Добрый вечер! Традиционный праздник тружеников села Дожинки прошел в минувшие выходные. Город Надпины принимал аграриев и хлеборубов области. Господний мир – театр. В городе над Глугом открылся долгожданный театральный форум «Белая вежа». Получить вторую жизнь. В Бресте началась интенсивная реконструкция уютной городской набережной. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. На Бречене прошел традиционный праздник тружеников села Дожинки-2014. В этом году гостей и участников мероприятия встречал город Надпиной. Всех тех, кто в минувшие выходные оказался в эпицентре народных гуляний, в один голос могут подтвердить – праздник удался на славу. У такого размаха мероприятия есть свои причины. На протяжении многих лет наш край занимает лидирующие позиции в списке тех, кто внес свой весомый вклад в общереспубликанский каравай. А значит, и прекрасный фестиваль-ярмарку, символизирующий завершение горячей уборочной страды, трудолюбивые берестейские аграрии заслужили по праву. О том, какой была жатва образца 2014-го и о ее героях, смотрите в первом материале выпуска. Берестейцам, которые в минувшие выходные решили принять участие в областном фестивале-ярмарке Дожинки-2014, сложно было не найти дорогу или сбиться с курса. На протяжении всего пути необычные указатели, соломенные фигуры подсказывали маршрут на Дожинки. Да и сам город Надпиной буквально с порога встречал гостей ярко. Народные гуляния начались с раннего утра. Несколько километров праздничных рядов с павильонами пестрили разнообразием представленных продовольственных и непродовольственных товаров, а также изделий мастеров-ремесленников. Но главное было даже немногообразие продукции. Каждый участник выставки внес свою лепту в украшение города. Практически все торговые места были оформлены с национальным колоритом, благодаря чему непередаваемая атмосфера праздника захватывала гостей с первых минут. Я представляю, сколько сил, сколько труда вложено в то, чтобы для нас состоялся этот праздник. Вот на сегодняшний момент вы просто меня как бы застали врасплох. Эйфория, такая радость вот от этого праздника. Да, кажется, что очень-очень трудно это все, но какой все-таки праздник? И праздники должны быть. И для этого, чтобы состоялся этот праздник, конечно, очень-очень много труда. Все потрудились, как работники, как руководство. Я только в благодарности за то. Люди, мы в такой красоте с вами жить будем. И вот сейчас мы, в принципе, давно не ходили по центру нашего города. Мы в шоке. Мы, ну, перепирает гордость тоже, что это мы в такой красоте сегодня очутились. Замечательный праздник, очень красиво. В нашем городе наш город стал гораздо лучше. Ну и очень приятно принимать здесь столько гостей. Дожинки нынешнего года запомнятся гостям и жителям города Пинска не только красочной торговлей и концертными программами. Первый в стране памятник главному национальному достоянию – хлебу – был торжественно открыт в самом центре Полесья. И это не случайно. С каждым годом плодородные берестейские земли дают все больше урожая настоящего белорусского золота. Итогом уборочной страды образца 2014 года стало более 1 миллиона 450 тысяч тонн зерна. Урожайность тоже не подвела рубеж. В 40 центнеров с гектара перешагнули более 40% хозяйств области. Но и эта цифра далеко не предел. Доказательство тому – максимум нынешнего года 75 центнеров с гектара. И принадлежит он земледельцам открытого акционерного общества «Агрокобринское». На Кобричине мы постарались. Мы взяли больше 100 тысяч зерна. Для Кобричины это важно очень. Потому что во многом от этого урожая зависит и следующий наш хороший год, который должен идти. У нас есть сегодня задел. Мы видим определенную перспективу. Мы поняли, что мы можем на самом деле работать и знаем, как нужно делать, как бороться за урожай. И я знаю, что, наверное, сегодня 100 тысяч, которые мы имеем для Кобричины, однозначно не предел. Мы будем стараться держать этот же уровень и прирастать. Для этого все есть. Есть земля, есть люди, есть умения и есть желания. Кульминационный момент ежегодного фестиваля ярмарки «Дожинки» – чествование главных виновников праздничного действа – тружеников села. В этом году 116 человек – механизаторов, инженеров, комбайнеров, водителей, членов молодежных и семейных экипажей, а также руководителей хозяйств районов – получили награды за трудовые заслуги. Победителям, безусловно, такое признание важности и значимости их работы приятно. Однако героями они себя не считают и говорят о своих достижениях мало. Обязательно добавляю, что каждая их награда – заслуга всего коллектива, а «Дожинки» – общий праздник. Наша страна держит путь агропромышленного комплекса, поэтому мы обязаны нашу молодежь воспитывать вот на таких праздниках, но воспитывать правильно. Показывать, как можно работать, как можно достигать высоких показателей и как можно потом, соответственно, на таких праздниках отдыхать. Это соответствующая профессия. Должен иметь удостоверение тракториста и водителя, также знать навыки слесара. Ну и комбайн почти месяц готовится перед выездом на поле. И опыт, конечно. Мы уже седьмой год. Тяжело было, погода хорошая позволила убрать все в кратчайшие сроки. И вот гуляем сейчас. Все прошло быстро, и в срок, и качественно. Высоко оценены итоги работы Брестского региона и на республиканском уровне. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Зайц в своем выступлении особо подчеркнул тот факт, что Берестейский намолот – весомый вклад в общереспубликанский каравай. А значит, и в создание крепкого фундамента агропромышленного комплекса страны, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность. Заслуживают высочайших слов похвалы именно хлеборобы Брестской области. За них, будем говорить, такой трудовой подвиг. Потому что такой хлеб только подвластен именно сильным профессионалам, технологам, кто ни жалей ни сил, ни труда, ни личного времени для того, чтобы обеспечить именно такие весомые показатели в главной отрасли земледелия – это именно в зерноводстве. В своем обращении к гостям дожинок губернатор региона Константин Сумр еще раз подчеркнул, что борочная страда текущего года была по-настоящему жаркой и дело не только в погоде. Летний день кормит год. Для Брещена, как края аграрного, эта поговорка особенно актуальна. Богатые и плодородные земли, без сомнения, важная составляющая успеха, однако не единственная и, скорее всего, не главная. Люди – настоящие труженики и истинные хозяева своей земли. Основной потенциал и залог не только нынешних, но и будущих рекордов. А в том, что они непременно будут, сомневаться не приходится. Нынешняя жатва, по мнению Константина Сумара, это только новая точка отсчета в достижении еще более высоких результатов. Всегда наша область имела хорошую продовольственную безопасность, ежегодно. Но в этом году действительно урожай рекордный, потому что мы на каждого человека, который проживает в Брестской области, вырастили и получили, положили в закорма более одной тонны зерна, чего никогда не было. Поэтому, конечно же, в этот прекрасный солнечный день нельзя не сказать огромное-огромное спасибо всем нашим хлеборобам, которые имели отношение, имеют к этому большому караваю. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Так звучит литературный перевод цитаты знаменитого классика Уильяма Шекспира, которую талантливый литератор высказал несколько сотен лет назад об одном из наиболее зрелищных искусств всех времен – о театре. Творческое предсказание автора с большой буквы нашло свое отражение через несколько веков и воплотилось в уникальный образ современного перевоплощения. Театр и сцена, театр и игра стали главными темами разных видов искусств. Цитата Шекспира была приведена не случайно. Именно ему, классику мировой литературы, в этом году посвящен театральный фестиваль «Белая вежа», который уже в 19-й раз принимает город над Бугом. 13 стран и более 20 творческих коллективов в течение недели будут радовать искушенную публику своими уникальными театральными постановками. Программа мероприятия обещает быть особенно интересной и актуальной. Накануне состоялось торжественное открытие фестиваля. Побывала на мероприятие Анастасия Ноздрин-Клотницкая. Под звуки музыки и звонкий смех начинает свою работу 19-й международный фестиваль театрального искусства «Белая вежа». Сотни спектаклей, продемонстрированных за эти годы на берестейских подмостках, давно заслужили мировое признание и являются образцами театрального искусства. Для Брещан этот форум уже давно стал одним из главных событий года, которые ждут с особым нетерпением и трепетностью. Возможность увидеть любимых артистов на домашней сцене появляется не каждый день. Вот это, конечно, праздник. Я взяла билеты почти на все спектакли. В прошлом году я была на всех. У меня даже места были все время одни и те же в одном и том же ряду. И такой, как критик. Ну, со стороны таких, ну, впечатлений, конечно, очень много. Очень много таких, ну, интересных было спектаклей в прошлом году. Много таких противоречивых. Ну, сейчас я ожидаю, наверное, более интересных спектаклей, чем в прошлом году. Для Бреста событие замечательное, великолепное. Посмотрите, помимо Беларуси 12 стран, целая дюжина к нам приехала. Вот, то есть международное общение, открытие новых связей, контактов. Ну, как сказали бы французы, что мы, наш город имеет шанс. То есть нам действительно повезло с этим фестивалем. Мне кажется, день очень значимый. Я вообще очень люблю эти фестивали и всегда стараюсь посещать. И сегодня пришла, да, на открытие. И удалось взять билеты на премьерный спектакль, проделки ханумы. Поэтому жду только положительных эмоций и прекрасного фестиваля. Празднику театра предстояла большая подготовка. Об этом говорили в последние августовские дни непосредственные организаторы фестиваля на пресс-конференции. Мероприятие с каждым разом только набирает обороты. Практически на каждой белой веже новые участники предлагают свои спектакли на показ. Тематика 19-го фестивального форума была выбрана не случайно. В этом году исполняется 450 лет со дня рождения знаменитого философа, автора многочисленных шедевров Уильяма Шекспира. Однако, как отмечает руководство Брестского драматического театра, пристального внимания со стороны зрителей заслуживают и многие современники. Особенности нынешнего фестиваля – то, что мы, я думаю, несколько лет хотели пригласить, пытались пригласить в город Брест, это театр «Менафорта» со знаменитым режиссером Некрошесом. И это нам удалось. Но что особенно мне радостно, то, что мы привозим в Брест премьеру. То есть она в Литве прошла несколько раз, еще только, и она нигде не была, а впервые будет как бы в Бресте. Несмотря на то, что международные скептики уже долгое время пророчили фестивалю «Белая вежа» скорый уход в небытие, форум, наоборот, только усиливает свои позиции. В этом году впервые на Брестской сцене покажет свою постановку театр из Казахстана. Спектакль Государственного академического театра имени Ауэзова придется по душе ценителям исторической драмы. В следующем году фестиваль будет юбилейным, 20-м. Члены Организационного комитета форума уверены, что праздник будет жить и радовать своих гостей еще не один год, или даже десяток только эксклюзивными спектаклями. Выгодно то, что выгодно для людей. Поэтому весь вот эти фестивали, которые мы проводим, как «Белая вежа» или «Январские вечера», другие фольклорные фестивали по регионам, они как раз, наоборот, нравятся людям, люди идут, и это надо приветствовать. Это наша культура, это наша история, и я думаю, что это наше будущее. Хочу сказать, и для злых, и для хороших языков фестиваль был, есть и будет он долго-долго-долго. То, что «Белая вежа» живет, значит, она запатрабована глядачами, значит, она цикава для всесветной театральной супольности. Тут есть добрая традиция, тут есть добрая публика и есть добрая культурный контакт. Но еще, чем отметная «Белая вежа», что «Дрозня» дынчик театральных фестивалей, она может больше такая шмат жанровость, поглядите в программах этого фестиваля. Есть и драматичные спектакли, и лялечные для дорослых, и для детей, и экспериментальные, и на вот такие в уличные театры, и в тот же час такие классичные постановки от Ханума, какой открытся в этот фестиваль. Это так само отметная рыса фестивалю, но это певный таки уникальный его твар, и уникальный так кочек его складальников, значит, можно и так показывать, не моножанрова, а шмат жанрова. Открыла международный фестиваль «Белая вежа» – музыкальная комедия Национального академического драматического театра имени Горького «Проделки Ханумы». Яркий музыкальный спектакль, рассказывающий о судьбе свахи, который отличается особой прозорливостью и мудростью, а по пустякам никогда не расстраивается. Грузинский дух делает эту театральную работу еще более насыщенной. История точно пришлась по душе публики. В афише фестиваля 24 творческих коллектива из 13 стран мира и 28 спектаклей, которые пройдут на четырех площадках города, в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, в зале областного общественно-культурного центра и площади Ленина. По итогам театрального форума определяются победители. Много интересного еще впереди, поэтому следите за афишей мероприятий. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Этот уголок в городе над Бугом стал излюбленным местом для многих поколений брещан. Первые признания, поцелуи, живописные закаты, романтические свидания. Ассоциативный ряд с набережной нашего пограничного города можно продолжать бесконечно. За долгие годы деревья выросли и возмужали, а прибрежная полоса приобрела неповторимый налет винтажности. Однако такой эффект старения не самым лучшим образом сказался на общем виде Брестской набережной. Подрезковшийся асфальт, поломанные лавочки – увы, не лучшее украшение берега Муховца. Около месяца назад губернатор региона Константин Сумар дал распоряжение реконструировать это любимое многими брещанами место. О том, как по замыслу архитекторов будет выглядеть набережная после восстановительных работ и совпадет ли их видение с ожиданиями горожан, узнаем из сюжета Виктории Драгобецкой. Вот уже на протяжении месяца на Брестской набережной кипит работа ремонтников. Трактор срывает асфальт, ставший за долгое время уже настоящим артефактом города. Около пристани развернулась плеточно-укладочная кампания, а рядом с парковкой можно наблюдать за установкой фундамента под изюминку всей архитектурной композиции, которой станет фонтан. Кстати, план по благоустройству прибрежной зоны нашего города был разработан уже давно, а отмашку на реконструкцию дал губернатор региона Константин Сумар. Все началось с того, что городом был разработан проект на реконструкцию всей набережной, включая от центра моряков, юных моряков, до улицы 17 сентября. Проект большой, полностью с благоустройством всей территории, от Муховца до улицы набережной, включая и саму набережную улицу. Это вдоль набережной, вдоль подпорной стенки, которая у воды, дорожка там трехметровая, чтобы могли люди гулять, центральная часть напротив тысячи мелочей, это площадь вот эта, выложить ее с плитки и сделать там фонтанчик. Разработка фонтана находится в компетенции Брест-дорпроекта. Специалисты этого предприятия поделились с нашей съемочной группой своим видением будущего украшения Брестской набережной. Чертежи и фотографии первых этапов работы – отрывная точка реализации задумки архитекторов, которая сегодня плавно вступила во вторую фазу. Фонтан постепенно предобретает свои очертания, правда, уже не на бумаге, а в реальной жизни. Кстати, для горожан, которые с опаской относятся к экспериментам и радеют за гордое звание «зеленый город», хорошая новость. Согласно плану реконструкции, было решено сохранить почти в первозданном виде деревья и кустарники, знакомые не одному поколению берестейцев. Мы, когда вошли сюда со стройкой, задача была максимально сохранить. Вот самшит, который тут растет, ему уже, как уже говорят наши специалисты, более 50 лет. Он старый. Его тяжело, как старичка, пересаживать влево-право. Поэтому две таких карты, которые росли, мы его пересадили вот сюда. Зеленстрой пересадил. А тот оставшийся, уже его решили не трогать, а все дорожки уже вписали в этот самшит. То есть, по проекту он там переносился, убирался как-то. Решили не трогать, оставить. Зеленая зона, чтобы было. Уже совсем скоро под плакучими ивами появятся новые лавочки. Старики и мамы с колясками смогут, не боясь, поткнуться гулять по новым пешеходным дорожкам. А влюбленные парочки шептают друг другу первое признание в свете новых фонарей. Кстати, в проект также входит реставрация парковки. Наша съемочная группа решила узнать, совпадает ли видение проектировщиков с ожиданиями горожан. Что вам, как маме, хочется вообще видеть на набережной? Побольше. Место для детей, детских площадок, каких-нибудь горок. Хорошие дорожки, чтобы было с коляской неудобно ездить. Какой вы хотите видеть набережной на шульте? Ну, какой. Прекрасная набережная, как прийти, отдохнуть, посидеть, полюбовать природу, все. Хотим, чтобы была чистота и порядок, и красиво. Потому что, знаете, набережная – это туда, куда любят дети выйти, покормить птичек. Ну, и полюбоваться, посмотреть на водичкой. Ну, и на пароходики проплыть, всегда не просить. На реализацию реконструкции было выделено порядка 4 миллиардов из средств бюджета. Начало зимы – предполагаемая конечная точка завершения строительных работ на Брестской набережной. Кстати, восстановление центра прибежной зоны – это часть огромного плана, в который входит обновление территории от улицы 17 сентября до Клуба юных моряков. Его осуществление зависит от финансовых возможностей бюджета. А поскольку начало положено, есть надежда, что продолжение не за горами. Виктория Драгобецкая, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. С апреля по июль текущего года специалисты Брестского областного отделения Ахова-Птушек Батьковшина проводили масштабные исследования на территории города Надбуга. Цель проекта – изучение флоры и фауны. Итог – обнаружение более сотни мест обитания и произрастания редких видов животных и растений. Это без преувеличения настоящая сенсация. Порадовал и видовой состав растительной и пернатой братьи. Далеко не каждый заповедник может похвастаться таким количеством краснокнижников. Наш корреспондент Анастасия Стропкова узнала трели каких необычных птиц можно услышать буквально под окнами многоэтажек. А также чем питается альдрованда пупырчатая. Подробности в следующем материале выпуска. Совместный проект Брестского областного отделения Ахова-Птушек Батьковшины и Польского экологического товарищества «Зеленая свобода» доказал – в каменных джунглях могут мирно уживаться не только асфальт и бетон, но и редкие представители флоры и фауны. При том, как показали исследования, проведенные с апреля по июль, город над Богом по праву может считаться настоящей биологической меккой. В городской черте, при том не относящейся к заповедной зоне, орнитологи и биологи насчитали более 40 редких видов растений и птиц, которые либо уже находятся под защитой, либо скоро войдут в новую редакцию «Красной книги». Среди них и сальвиния плавающая – необычный водный папоротник. Брест находится в юго-западной части Белоруссии. Это самая теплая часть Белоруссии. И многие растения именно теплолюбивые, в том числе вот эти два вида – сальвиния плавающая и альдрованда пузырчатая, о которых мы сейчас будем вести речь. Они могут, если заноситься, допустим, с помощью водоплавающих птиц эти два вида в другие более северные районы нашей республики, но они там не приживутся. Какой-то сезон, может, побудут, а потом погибают. Такому многообразию и природной красоте могут позавидовать даже особо охраняемые природные территории. А значит, брещанам действительно есть чем гордиться. Тем более, что некоторые растения уникальны не только своей малочисленностью. К примеру, альдрованда пупырчатая – настоящий хищник. Несмотря на небольшие размеры и кажущуюся безобидность, эти водоросли – гроза насекомых, мелких личинок и ракообразных. Это водное растение, многолетнее растение, растение-хищник или насекомо-ядное растение. Оно питается водными рачками и насекомыми мелкими. Имеет, конечно, такое интересное строение и приспособление для добычи своей пищи. Листочек имеет как бы две половиночки, которые наверху снабжены волосками. Когда потенциальная добыча проплывает мимо такого листочка и касается этих волосков, крышечки, эти две половинки захлопываются, и жертва оказывается внутри листа. Там находится пищеварительный сок, пищеварительные железки, с помощью которых растения переваривают свою добычу. Таким образом, пополняя нехватку азота. Редкие виды животных – еще одно из направлений, которые отрабатывали в рамках проекта специалисты. И здесь город над Бугом оказался на высоте более 20 видов. Позвоночных – тоже своеобразный рекорд. Среди них и сокол пустыльга, которого уже давно считают пернатым символом областного центра. Среди прочих видов стоит выделить пустыльгу. Хотя бы потому, что здесь такая крупная популяция, она сформировалась довольно давно. И вид, как бы, часто человеку используют понятие «вредный» или «полезный». На самом деле в природе, конечно, нет таких видов. Но с точки зрения человека мы тоже поделим, скажем, виды. И тут можно говорить о, безусловно, его полезности. Потому как пустыльга питается мышевидными грызунами. И вот этих 40, от 40 до 60 пар – это взрослых птиц. То есть это порядка 100-120 птиц. Плюс еще у каждой птицы в выводке от 4 до 7 птенцов. И семья за год уничтожает тысячи. Это одна пара. Тысячи этих животных. Все сведения, которые смогли собрать орнитологи и биологи в ходе проекта, будут обработаны и скомпонованы в единую базу данных. А также оформлены в виде атласа. Согласно плану, книга должна увидеть свет уже в этом году. Впереди у членов организации еще немало работы и по определению ключевых участков для сохранения биоразнообразия. И по их подготовке к передаче под охрану. Анастасия Стропко, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Накануне в выставочном зале на Советской состоялось открытие выставки известного белорусского художника Александра Алонцева. Поклонников таланта этого мастера в праздничный день собралось немало. Творчество брестского художника известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Радость и приятная грусть, свобода и легкость. То, что ощущаешь, глядя на картины мастера. Вернисаж Александра Алонцева посетила и наш корреспондент София Бережная. В выставочном зале на Советской состоялось торжественное открытие выставки произведений живописца и графика Александра Алонцева. Экспозиция, посвященная светлой памяти великого мастера, собрала много гостей и поклонников его творчества. Все они сегодня вспоминали о талантливом художнике и восхищались его неповторимыми шедеврами. Александр Алонцев внес значимый личный вклад в развитие и популяризацию изобразительного искусства нашей страны. Сегодня работы автора хранятся во многих музеях и выставочных залах Беларуси. Мастер пейзажного жанра ушел из жизни год назад, но оставил после себя огромное количество неповторимых картин, написанных акварелью и маслом. Человек духовно богатый, потому что от его работы сходит свет, исходит солнце. И когда на них смотришь, понимаешь, что жизнь прекрасна. Хотелось, чтобы все, кто живет в нашем городе, это увидели, еще раз окунулись в эту атмосферу тепла, любви, уюта и какого-то неповторимой радости. Выставка живописи, графики, траектория, творчество, собрание лучших работ, написанных Александром Алонцевым на протяжении многих лет. Неповторимые пейзажи, портреты и натюрморты, выполненные маслом и акварелью, несомненно останавливают на себе внимание каждого гостя. В работах автора присутствуют самые разные мотивы. На своих полотнах он изображал полевые цветы, лес, явления природы. Одним словом, все то, что не могло оставить его равнодушным. Все то, что он хотел запечатлеть. Я видел, сколько он труда, сколько вдохновения, сколько любви отдавал своему этому делу. Я всегда восхищался этим человеком, как человеком и как художником. Он много лет руководил детской художественной школой. И сегодня его ученики, по-видимому, тоже здесь. И они с благодарностью, естественно, с благодарностью вспоминают Александра Александровича. И благодарят за то, что он вложил в свое сердце, в свой труд. Уроженец Брещен и Александр Алонцев, несомненно, гордость нашей страны. Его имя известно далеко за пределами Беларуси. А творчеством восхищаются как искусствоведы, так и простые любители. Выставка собрала огромное количество гостей, что является доказательством особого внимания ценителей творчества к работам мастера. Ведь человек и его творчество живы до тех пор, пока жива память о них. Выставка Алонцева, которая сегодня отбывается в зале, это, конечно, вельми знаковая подзея для всего Бреста. Какие особые этого мастера, напевно, сегодня уже находятся в пантеоне тех мастеров, которые вызначают характер мастерской школы этого региона. То, что собрано в этой экспозиции, это, напевно, в першину представляет мастера в таком широком диапазоне, как мастера акварели, и как такого шоковного живописца в олейном живописи. Это практически больше из тех творов, лепше, что покинул мосток в своем житте. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье 14 сентября погодные условия на территории Брестской области будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой воздушной массе. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 14-16 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 22. В понедельник, 15 сентября синоптическая ситуация не изменится. Будет по-прежнему тепло и сухо. Только в отдельных районах области в утренние часы возможен туман. Температурный фон ночных часов будет колебаться в пределах 13-15 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 20. Редактор субтитров А.Семкин